Всем доброй ночи! Эти крики слышны, потому что у нас окно открыто, и внизу у нас детская площадка и очень много капризных деток. Поэтому не удивляйтесь. Итак, сегодня я хочу вам подарить несколько очень сильных, очень действенных и очень полезных заговоров и ритуалов, несложных ритуалов, которые можно совершать для того, чтобы оберегать свое имущество, свой дом от воров. Дорогие друзья, в этом мире существуют люди, которые всегда хотят наживаться на чужом, на готовом. Зачем работать, если можно воровать? Да, они платят за это, они платят за это своим здоровьем, они платят за это тем, что сидят на зонах, они платят очень много чем, но от этого нам не легче. Люди, которые привыкли красть не только деньги, люди, которые привыкли красть твои идеи, твои работы, твои мысли. Я это особенно остро ощущаю, потому что, к сожалению, очень много вижу воровства своих идей, своих работ. Уже об этом я столько раз говорила, что потом уже мне, знаете, уже и даже противно к этому возвращаться и об этом говорить. Это такое же воровство. Очень омерзительно, очень неприятно, когда человек зарабатывает свое имущество или свое имя, или свой стиль работы, да, но через некоторое время оказывается, что вот где-то там точно такой же стиль работы, точно такие же, скажем так, переделывая, да, твои работы, могут выдать со свое. Это точно такое же воровство. Это внедрение в твой мир, в твою территорию. Омерзительно это все. Звери расправляются с чужаком, который внедряется на их территорию очень просто, очень по-своему. Они просто убивают чужака. Человек, может, тоже так поступает, но потом за это приходится нести ответственность. Так вот, свое имущество, заработанное своим трудом, своим потом и кровью, отдавая взамен многие годы своей молодости, отдавая взамен свое здоровье, лишая себя очень многого, лишая себя общению со своим ребенком, с родными, много лет одиночества и самоутверждения, работы, работы, работы и так далее. И человек чего-то достигает своего заслуженно. А кто-то всегда хочет это получить просто так, за пять минут. Или обманув, обманным способом, знаете, заставить, подписать, дать какие-то, ну, различного типа обещания, оставить людей на улице, скажем, отобрать квартиру, да, взять деньги, не отдавать, кинуть в работе, в делах, зайти домой, забрать имущество человека и прочее, прочее. И если только имущество иногда и жизнь забирают, потому что бывает, что они не хотят оставить свидетелей. Это очень омерзительно. И те люди, которые романтизируют вот эту воровскую жизнь, они, по крайней мере, сами, знаете, по натуре вот такие потребители, просто вот наготовы. Я считаю, что ничего приятного, ничего достойного нет в том, чтобы залезть в чужой карман или залезть в чужой дом или залезть в чужую жизнь. Ничего там достойного не вижу. Было бы гораздо достойнее, если это всё будет заработано своим трудом. И в наше время очень много таких случаев, естественно, когда люди вынуждены там ехать куда-то, да, по делам, либо на дачу поехать, либо поехать отдохнуть. И они всегда опасаются или квартирного воровства, или воровства из дома частного. В любом случае, люди, у которых хозяйство, они тоже переживают, чтобы это всё не украли. И как вот уберечь себя и своё имущество от незваных гостей? Есть несколько определённых, ну, различных ритуалов, заговоров, которыми я сама пользуюсь много лет. Я хочу сказать, что они действенны очень. Они очень помогают, и не только от воров. Они вообще могут охранять от ненужных людей, от людей, несущих вам вред, и от людей не очень добрых по отношению к вам. Значит, первое. Стоя у порога, когда вы собираетесь уйти. Я об этом уже говорила, но ещё раз повторюсь. Повернитесь лицом к вашему дому, к вашей квартире и говорите. «Духи моего дома». Охраняйте мой дом и моё имущество. Да будет так. Выходя, говорите. «Живая выйду, живая вернусь. Храни меня, Боги, истинно». И уходите. Это первый. Второй момент. Опять стоя перед дверью. Говорите перед уходом. «Я из избы, а дух защитный в избу. Охраняет, стережёт, вора гонит, к порогу не подпускает». Да будет так. Второй вариант. То есть третий вариант. Правую руку положите на запертую дверь изнутри и говорите. «Заперла я свои ворота. Мой дом, моя крепость. Духи защитные, запирайте мои ворота покрепче. Воров супостатов домой не пускайте. Моё добро сохраняйте. Оберегайте ключ, замок, язык. Аминь». Говорите это шесть раз. И уберите руку. Периодически это повторяйте. Далее. Так. Когда выходите, глядя на дверь, говорите. «Сила судьбы к тебе обращаюсь. Помолюсь и попрошу. Меня выпускай, чужака в дом не пускай. Да будет так». Один раз говорите и уходите. Следующий есть. Этот заговор я называю капкан для вора. Есть такой момент, например, если человек пытается зайти к вам домой, или пытается открыть ваш замок, или пытается даже вас на улице ограбить. Неважно. В этот момент некая сила просто нападает на этого человека. У него может и паралич случиться, у него может сердечный приступ случиться. Сколько было таких моментов, когда, например, хозяева приходили, видели, что у вора там инфаркт случился, инсульт случился. Или он нечаянно там спотыкнулся, ударился, об косяк двери упал, или помер, или в коме, или плохо ему, что-то в этом роде. В любом случае что-нибудь да случилось. Были такие происшествия, когда через забор пытались перелезть, и нога застревала, или, знаете, форточки застревали. Ну, как угодно. Ну, в общем, некая сила их как бы кидала в некий капкан, понимаете, задерживала, захватывала. И вот когда человек, если это человек, конечно, будет подходить к вашим дверям с плохими намерениями, ему будет становиться плохо. Может быть, он что-то увидит, может, его током ударит, вот всё, что угодно. Но в любом случае будет некое внутреннее предчувствие или плохое состояние, человек не рискнёт. Он просто испугается и больше туда не подойдёт. И это называется капкан для вора. Когда вы уезжаете далеко, вот это очень эффективная вещь, и можно это сделать. Закройте дверь, отойдите от двери, глядя на дверь, прочитайте один раз и уходите. И будете, просто будьте уверены, что к вашему дому, к вашим дверям никто не подойдёт. «Хата моя хата, живи вечно богато, будь вечно защищена, запираю тебя на замок и ставлю капкан для вора перед свой порог. Скажу и заговорю, отнимитесь руки и ноги любого чужака, что к двери моей подойдёт со злом и во зло. Да будет так, так и будет, заклинаю». Повернитесь и уходите. Ничего с вашей квартирой и имуществом не случится. Следующий момент. Ключи. Охранные ключи называется. Вам нужно купить три ключа в один день в разных магазинах. Берите их, не торгуясь. То есть вот именно натуральные ключи с замками. Замки можете где-нибудь спрятать, это не имеет значения. Три ключа, чёрной нитью и красной нитью или может быть там не нитью, а скажем, как там его, лентой там красивой сейчас для цветов продают. Но вам нужно будет ещё чёрную найти. Можете, знаете, обрезать чёрную ткань и сделать такую чёрную ленту. Свяжите эти ключи вместе. Этими ключами касайтесь каждой двери три раза говорите. каждой двери, хоть к дверям туалет. Вот сколько у вас есть дверей дома. Каждой двери вот так касаясь. То есть прикоснулись к двери, три раза сказали, значит, отошли к другой двери. Это нужно делать один день. Каждой двери касаясь, три раза говорите. В конце эти ключи повесьте перед входной дверью. И эти ключи будут охранять ваш дом. Это проверено. Даже люди, которые к вам должны приехать и вам неприятны, эти люди отвернутся, уедут. Или у них там самолёт отменят, или поезд. Ну, катастрофы не случится, но они к вам не доедут. Итак, заговорить связку ключей. Я ключи заговорю, да им прикажу. Заприте вора ночного, дневного, всякого. Три раза. Ещё раз говорю. Я ключи заговорю, да им прикажу. Заприте вора ночного, дневного, всякого. И вот касаясь каждой двери три раза говорите, и в конце касаетесь входной двери, говорите три раза и вешайте над входной дверью. И у вас всё имущество будет под охраной. Лучше предотвращать это всё, чем потом искать, чтобы найти, кто это сделал, чего это сделал. А зная работу наших органов, надеяться на хорошее, к сожалению, не приходится. Поэтому оберегайте себя сами с помощью магии. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok